Битва чемпионов 16 сезона, резвый старт андердогов и матч за первую победу. Все это и не только в нашем обзоре. Всем привет, на связи Антон Сакович и мы начинаем! Несмотря на экспериментальный состав софта, мало кто ожидал от студентов такой прыти. Рывок 10 к 1 в наказание за огромное количество ошибок. Чемпионы выдержали этот удар и быстро восстановили статус-кво. Защита, ведомая Горчаковым, сжал свои тиски, а локомотив под названием Transition переехал в БГУ 21-1. Кондратович и Зеленко местами показывали яркий баскетбол. Второй даже умудрился рунись кроссовером Пахтусова, но это только раззадорило чемпионов. В ответ те разогнали разницу до плюс 20 и выдали целую россыпь хайлайтов. Передача Струкова. Данки Трофимовича. Выбирайте на свой вкус. 21 номер хозяев чудом избежал травмы. Но не фоллаута. Яркий матч во всех смыслах. А вот третью четверть студенты смело могут занести себе в актив. Удалось сбить темп фолами, убереться в защите и потрепать чемпионов их же оружием в Transition. Но на исход встречи это уже никак не повлияло. Несмотря на то, что 5 игроков софт-клуба отметились двузначными баллами, сотня так и устояла. Последним хайлайтом стал хитрый ассист Лабора. Результат встречи и лучшие игроки на вашем экране. В первых двух встречах мы увидели абсолютно разный Гуфакан и уверенный в себе МТС Баззерс. Извечный вопрос. Молодость или опыт? Старт выдался равным. Макаров успевал забивать сам и заигрывать партнеров. В ответ вездесущий Байдакова демонстрировал весь свой потенциал. Быстрый хоть и чувствовал себя комфортно в краске, а вот с линии не был так стабилен. За счет скорости и попаданий Прокопенкова студенты смогли создать небольшой задел. Но скамейка подтянула гостей. Вторая четверть прошла как под копирку. Байдаков заряжает несколько трех, Макаров находит ответы, включается Прокопенков. И вот к большому перерыву у нас уже плюс 7 для студентов. Одно верное решение изменило всю игру. Им стала зонная защита МТС. Атака Буфака рассыпалась как карточный домик. Краска была надежно прикрыта, а с дуги ничего не летело. За 10 минут хозяева ни разу так и не смогли забить с игры. Базерс напротив стали забивать свои броски. Слабая игру Копылова слегка компенсировала Макаров. А передняя линия попросту задавила молодых. Красные так и не подобрали ключи к зоне, набрав за вторую половину всего 10 очков. И позволив сопернику навязать свою игру, доведя разницу до плюс 20. Жаль, а так все хорошо начиналось. МТС продолжает шествие без поражений. Результат на ваших экранах. В поисках первой победы из своей игры схлестнулись Норд и Эра Недвижимости Плюс. Отступать было уже некуда. Эра выставила зону, подняв наверх трио юрких-маленьких. И это сработало. Цепкая защита позволяла набирать легкие баллы в отрывах. Никита Гордеевич не просто отработал как снайпер, отгрузив за игру 5-3. Но и своевременно снабжал мячом партнеров. Здорово смотрелся со скамейки Евдокимов. Костя вновь провел встречу на высоком уровне. Не раз заставив схватиться за голову и спросить, как он это делает. Отрабатывая на обеих сторонах площадки. Но один в поле не воин. Плещенко вместо помощи запомнился разве что грязной игрой. Шпилевский передал привет бывшей команде парочкой даггеров. И в середине второй четверти даже возникла интрига при минус 2, но ненадолго. Как рыба владея чувствовал себя в открытом баскетболе Шинкевич. Пристрелялся Садовский. Меч контратаки нещадно карал северных за потери. Такую эру уже не остановить. Афанасьеву банально не хватало скилла. Чтобы завершать свои моменты в краске, одного желания мало. Сотня пала в аккурат под сирену. Зима уже близко, а Норд так и не познал радости победу. Костяну срочно нужна помощь. Эру поздравляем с почином. Результат встречи перед вами. Воскресным утром схлестнулись действующие чемпионы, но в разных дивизионах. Имея в активе по одной победе и поражению, каждый был вправе рассчитывать на положительный исход. Усеченный состав Ньютон Бай фактически уравнял шансы команд. Нужно было раскрывать по максимуму сильные стороны. В ответ на давление в краске, Слэм Софт отлично использовал преимущество в скорости. А после первой четверти Янчи вышел победителем из снайперской дуэли против Сикидина. Проблемы начались ровно тогда, когда остановилось движение, и темпом игры завладели Фиолетов. Слэм Софт нахватались фаллов, поздняк зарядил дуплетом с дуги, а Сикидин довершил 20-очковый разворот. Азаров напомнил о себе на старте второй половины, но следом вновь остановка. И позиционка гостей разбивается, а две башни в краске, как армия Мордора. Довершил разгром Сикидин, который просто отказывался мазать четвертой десятиминутки. Большие Ньютон-Бай реабилитировались за проигрыш в прошлой встрече, полностью доминировав в краске. Чемпион второго дивизиона подтвердил более высокий класс. Защита титула продолжается. Младшему брату банально не хватило физухи, чтобы перебегать тяжелого соперника. Результат на табло. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok